Всем привет! Это большое автопутешествие Автогода и я, Юлиана Разуваева. Спешу вам сообщить, что наша команда проехала почти 6 тысяч километров, а это значит, что мы быстрыми темпами на гибридах от Чири продвигаемся к Москве. А сейчас я спешу вас поприветствовать, дорогие друзья. Рахим ЭТГС, что значит добро пожаловать в столицу Республики Башкирия, Уфу. Уфа находится на Южном Урале у берегов реки Белая. Город основан в конце 16 века. И что интересно, его ни разу никто не смог завоевать. А еще в 2024 году Уфа отметит свой юбилей – 450 лет. И сегодня нас ждут самые красивые и вкусные локации этого города. Говорят, что Уфа найдет подход даже к самому требовательному туристу. Ну что же, будем проверять? Я путешествую на новинке российского автопрома – супергибриде от Чири Тига 7 Pro. До Екатеринбурга я доехала на гибриде Тига 8 Pro. И тут решила поменять автомобиль для того, чтобы попробовать «семерку». И хочу сказать, что это абсолютно два разных автомобиля по характеру. Если Чири Тига 8 Pro Plugin Hybrid, она такая вальяжная, суперкомфортная, очень, ну, можно сказать, покладистая, домашняя, да еще и семиместная, то у «семерки» уже появляется какой-то такой спортивный характер. Она проявляет свою спортивную ДНК. Резвая, шустрая, быстро разгоняется. Могу сказать, что вот эти два автомобиля, хоть они и разные, но их объединяет одно – это забота о природе. Потому что они, что «семерка», что «восьмерка» являются супергибридами. Хочу отметить качество дорожного полотна в республике Башкортостан, а именно в ее столице Уфе. Здесь по проекту «Качественные и безопасные дороги» в 2023 году было реконструировано 37 километров дорог. И, конечно же, наш маршрут, его часть проходит по реконструированным, отремонтированным, либо построенным дорогам по проекту «Безопасные и качественные дороги». Своё знакомство с новым городом я по традиции начинаю с самых знаковых и красивых мест. И вот эта 10-метровая скульптура, которая воздвигнута на высоком холме и будто бы охраняет и оберегает Уфу, действительно является знаковой локацией для города-миллионника. Сам монумент посвящен национальному герою, поэту и революционеру Салавату Юлаеву. Салават изображен скачущим на коне, с кнутом и с саблей на боку. И правда, он будто бы оберегает всех жителей, всю республику Башкортостан. И здесь открывается совершенно сумасшедший вид на реку Белая. Вот она, огромная, широкая. И самое интересное, что вот с этой точки можно рассмотреть все то, что происходит там. Вон уточки плавают, вон там еще мост, кажется, строят. И по традиции прогноз погоды на сегодня. В Уфе минус 7, сухо. Но я вижу, что есть такие небольшие осадки в виде снега. Кстати, накануне было гораздо теплее, поэтому вот в таких условиях переменчивых необходимо выбирать правильную обувь. Вот я для себя решила, нужно обувать валенки. И также наши автомобили, наши гибриды, боевые путешественники, которые готовы к любым погодным условиям. И на этот отрезок путешествия наша команда выбрала шипы от бренда Gislavet Nord Frost 200. И эти шины давно зарекомендовали себя как надежные и комфортные в дальней дороге. Сейчас я расскажу их особенности. Каждый шип имеет три кромки зацепления. Это значит, что сцепление с любым полотном происходит во всех направлениях. И более того, автомобили, обутые в такие шины, лучше, эффективнее тормозят на льду. А при такой капризной переменчивой погоде мы должны знать характеристики шин своего автомобиля. Продукция от бренда Gislavet. Напоминаю, что у нас сейчас модель Nord Frost 200 имеет резервуары для ледяной крошки, которые отводят эту смесь от самого шипа. И таким образом, даже при интенсивном торможении, мы не теряем контроль над автомобилем. И все эти инновационные решения помогают сократить тормозной путь. Наше большое автопутешествие продолжается. И я продолжаю вас знакомить со столицей Башкирии. Оказывается, на территории современной Уфы люди селились за тысячу лет до официального образования города. Напомню, что в 2024-м Башкирия отметит 450 лет со дня основания своей столицы. Много археологических находок, которые говорят о той жизни, было найдено в центре города. А в Национальном музее можно изучить экспозицию, которая рассказывает о древней культуре местных. Да и вообще знакомит с ценностями региона. Пчеловодство – это древнейший промысл башкир. И здесь у нас показано как раз развитие пчеловодства на нашей территории. Это бортничество. Но изначально вообще башкиры шли и искали дуплов, в которых жили эти пчелы, забирали оттуда мертв. Но затем начали делать вот такие вот искусственные борти. И вот такое дерево с искусственной бортью стоило очень дорого. Каждое такое дерево имело своего хозяина, поэтому тамгировалась так называемая тамга. Тамга. То есть это не какие-то рунические написания сакральные? Очень похоже, да, на рунические написания. То есть это принадлежность к какому-то хозяину? Да. В Башкирии мед можно смело называть жидким золотом. Кстати, этот ароматный сладкий продукт – единственный, который может находиться на МКС. То есть его едят космонавты. И это не единственное золото в Башкирии. К примеру, здесь в музее лежит настоящий драгметалл. Машкортостан является золотоносной республикой. И вот в 1992 году нашли вот такой большой самородок золота, который назвали Ирындыкский медвей. Действительно, очертание медвежонка здесь можно увидеть. Похоже, похоже. Я сейчас присматриваюсь. И ушки есть, и глаза, и носик. Действительно, медвежонок. Это совершенно случайная находка механизатора, который в Баймакском районе пахал поле. И вдруг увидел, что что-то блеснуло под плугом. Он не поленился, спустился со своего трактора посмотреть. Ну и нашел вот этот самородок. Путь в музей самородка был непростым. Несколько лет он выполнял функцию ТВ-антенны. А оказалось, что это 4 килограмма 788 граммов чистого золота. Еще одно традиционное место, куда я сейчас отправляюсь пешком, должны запомнить поклонники творчества очень известного человека. Это не просто очередной советский дворик, который приятно возвращает нас в прошлое. Здесь, на улице Гоголя, 56, город Уфа, родился и вырос писатель Сергей Довлатов. Поклонники творчества точно оценят эту локацию. Здесь художники изобразили граффити с эпизодами из его работ. Ну а на стенах нанесены цитаты из его книжек. Знаешь, что главное в жизни? Главное то, что жизнь одна. Прошла минута и конец. Другой не будет. Всем нам нужно это помнить. А я вновь за рулем нашего автомобиля-путешественника Chery Tiggo 7 Pro плагин Hybrid. И хочу отметить очень важный момент. Помогает избежать образования грязного воздуха использования вот таких вот супертехнологичных автомобилей от Chery, как вот наши супергибриды. Во-первых, я могу выбирать между электрической силовой установкой, могу ехать только лишь на электродвигателях, либо вот эту версию дуэт, когда электродвигатель и ДВС работают сообща. Исходя из таких возможностей, я планирую маршрут. К примеру, в городских условиях я выбираю режим электричка. Ну и необходимо знать, что Chery уменьшает объем использованного пластика в конструкции автомобилей и отдает предпочтение рециклинг материалам, то есть тем материалам, которые можно потом переработать и опять использовать. Эта тема переработки очень актуальна и в Башкирии. К примеру, здесь создано экологическое движение «Чистое Уфа». Оно развивает несколько направлений. Это высадка деревьев, очищение лесов и экопросвещение. Наша команда встретилась с вдохновительницей движения Еленой Воробьевой в стенах коррекционного интерната. На его базе живут особенные дети и принимают активное участие в улучшении экологической обстановки. Я видела, как в классе дети разбирали крышечки. Я так понимаю, что это целый проект благотворительный, который вы придумали, которым вы тоже занимаетесь и развиваете его. Проект, который, знаете, такой вирусный. Он прям включает людей в сбор крышечек. Это легко, это безопасно, это классно. И мы очищаем природу. И у нас две задачи. А вторая мы помогаем на собранные деньги и полученные от переработки направляем неизлечимым больным деткам нашего уфимского хосписа, который недавно открылся. Вот сейчас, в данный момент, мы находимся в коррекционной школе-гимназии номер 92. И здесь ребята собирают крышки и сортируют их, привозят к нам на наши большие мероприятия. И мы сдаем в переработку. Как можно быть в Уфе и не познать местной кухни? Это на меня не похоже, поэтому дегустация традиционной башкирской кухни станет вишенкой нашей программы. Мы приехали в одно популярное фудместо под названием Азык Тулек. Здравствуйте. Здравствуйте. Шеф-повар ресторана Азык Тулек Шухрад. Здравствуйте еще раз. Я в таком национальном костюме красивом. Добро пожаловать в нашу юрку. Думаю, что как раз мы передадим атмосферу этого места. Не сомневаюсь. Давайте. Садимся. Национальная башкирская кухня все-таки складывалась из кочевой жизни башкирского народа, которая подразумевала потребление все-таки простых и понятных продуктов. Что в приготовлении, что и... Что в приготовлении, да. И что было удобно хранить в походах, в долгих путях, в разных кочевках. Это салат. Чем он отличается от обычного салата, который в европейских ресторанах подают? Отличается тем, что у нас тут строганина из конины. Ах, вот оно, что конина – это основное мясо, подскажите, да? Один из основных продуктов все-таки башкирской кухни. Здесь у нас... Здесь у нас козылык. Козылык. Это на гриле приготовлено. Да, это колбаса из конины, которая приготовлена на гриле. Ну, а тут десерт. Я сразу обратила внимание на десерт, потому что вот эти вот шарики, как их правильно... Баурсаки. Баурсаки с творогом, они настолько издают такой аромат сумасшедший, что хочется быстрее их съесть. Ммм, там тоже морковка крупно нарезанная. Я так понимаю, что это вот, так сказать, стиль башкирской еды, кухни – это крупно нарезанные овощи. Да. Ну, тоже, чтобы не заморачиваться. Пожалуйста. Нарезали, и все. Здесь у нас конина. Угу. Козылык. А я чувствую, морковь, она не до конца такая альденте, или как правильно назвать, альденте. Да. Немножечко сыроватая. Угу. Морковь вкусная. СМЕХ Ну, правда, вкусная морковь. О, это было восхитительно. На первый взгляд, простая, но очень вкусная традиционная еда кочевых народов помогает ощутить всю культуру и дух республики Башкортостан. Это большое автопутешествие «Автогода» и следующий город на нашем пути – столица Татарстана – Казань. И да, вы все правильно поняли, мы выходим на финишную прямую в Казани, встречая моего коллегу Федора Буско. Я напоминаю, что на гибридных автомобилях Тига 7 Pro и Тига 8 Pro мы преодолеваем маршрут от Байкала до Москвы. И каждый из нас получает абсолютно новые впечатления и устанавливает свои личные рекорды на гибридных автомобилях. А я, Юлиана Разуваева, желаю вам восхитительных и экологичных путешествий. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok